Проводя международные кампусы поколения за мир, мир и спорт, которые стали уже традиционными, которые позволяют странам, конфликтующим даже странам, которые не общаются в обычной жизни, встречаться, общаться с друг другом, используя как раз универсальный язык спорта. Напомню, 22-й зимний Олимпийский приобретал в случае с 7 по 23 февраля, а 11-я зимняя параллелья до 7 по 16 марта. Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела против адвоката, который защищал обвиняемого по громкому делу в убийстве Юрия Буданова. Мурат Мусаев подозревается в подкупе свидетелей на процессе, чтобы те дали ложные показания, оправдывающие Юсуфа Тимирханова. Также ему инкриминируется воспрепятствование деятельности суда. Мурат Мусаев подозревается в суду Кумирханова, обвиняемого по убийству Юрия Буданова. Так вот, следствие полагает, что в рамках этого уголовного дела адвокат совместно с другими лицами, в том числе и пока не установленными, совершили подкупы двух свидетелей. Следствие уже располагает достаточным объемом доказательств, в том числе и видеозаписями, подтверждающими противоправленные действия адвоката. И, как пояснил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, под другими лицами подразумеваются бывшие притяжные. Оба, заведенных уголовным делом, сейчас объединены в одно производство. Сам Мусаев все обвинения в свой адрес отрицает и утверждает, что таким образом его хотят вывести из нескольких резонансных судебных процессов, в которых он участвует в качестве защитника. Кроме приговора по делу об убийстве экс-полковника Юрия Буданова был вынесен в мае этого года. Обвиняемого Юсупа Тимирханова судили на 15 лет колонии строгого режима. Само убийство он совершил в июне 2011-го. Отомстил таким образом загибель своего отца в Чеченской республике. В Таиланде скачался 12-летний мальчик, который пострадал в результате крушения Парума Неперепорт-Паттай. Сразу после катастрофы в клиническом состоянии его доставили в больницу, где, как сообщалось, по ребенку зафиксировали смерть головного мозга. В клинике по-прежнему остается мать мальчика. Она также получила травмы во время ЧП. Напомню, переполненный паром, на борту которого находились более 200 человек, в том числе около полусотни россиян, пошел к однурдным инувшим воскресенье. Тогда погибли шестеро, десятки были госпитализированы. На Дальний Восток, пострадавшие от сильного наводнения, пришли морозы. Днем температура в некоторых районах опускается до минус 10. Строительство новых домов взамен затопленных начнется только весной. А пока людям предлагают зимовать в пунктах длительного размещения. Впрочем, хокки на своей жиреще пустые полурадрушены, готовы не все. Из-за древних традального мусского села Ивановка, репортажа Натурка Мариова. Я отправила все документы, думала, что сюда вода не дойдет, а меня уже везли. А у меня все потопило, здесь все пропало. 40 дней под водой после паводка в домике Марии, раздувая, мало что уцелело. Полу подорог повело в разные стороны, на стенах плесень, грибок и трещины. Взамен непригодного жилья Мария Ивановна обещает построить новое. Хотя зимовать пенсионерка решила старым, отказалась от переезда в пункт временного размещения. У меня обещают, пожалуйста. Ну, сказали весной, где-то в июне, в июне. А почему решили отбор? Да так я, я сама инвалид, видишь, умеете, верить, я не знаю, как я делала. Это, получается, наша вся улица? Вот наш дом. Вода дошла до потолка. Возвращаться, судя по фотографиям, было некуда. Но, чтобы перезимовать, мама с ручей сделали ремонт. Их жилища сейчас и правда не узнать. В нем скупает тепло, топится новая печка, свежая краска, обои земли. Специальная комиссия признала жилища Альберт непригодным для проживания, но, как каждая переезда и готовится к новоселью, не уточнила. Раз у нас так все хорошо, у нас что-то заблокит. Все вот поэтому так и говорят, как будем. Ну, поживем до весны, там видно будет. Ну, все, припоится, мне кажется. Что там будет весной, сейчас ждет все село. Ивановка встретила Павла, как одной из первых в областной области, и осталось ей точно больше других. Село топило аж трижды. И всякий раз жителей прекратилось эвакуировать. Из 170 домов капитальный ремонт сегодня можно провести только в 49. Все остальные подсложки, но у каждого пока живут люди.